И вот на этой ноте я бы хотела пригласить первого нашего сегодняшнего спикера. Это Андрей Догель. Он, как, наверное, многие, может быть, слышали на прошлой встрече, он говорил, что он работает техническим директором, то есть руководящей позиции. И до нашей встречи я у него уточнила, что его мотивирует и как он, наверное, мотивирует своих сотрудников. Андрей ответил, что его очень сильно мотивирует стать признанным экспертом в своем деле, ну а своих сотрудников он мотивирует таким образом, что объясняет им смысл всех задач, которые делают его ребята, тем самым вовлекая их еще больше в общее дело и дает им обратную связь, как положительную, так и отрицательную, то есть истинный тостмастер, признанный. Итак, приглашаю на эту сцену Андрея Догеля с его речью «Мотивация великих». Пожалуйста, аплодисменты. Спасибо, Яна. Добрый вечер. Здравствуйте. Уважаемые члены клуба «Оптима Форма», участники сообщества «Тостмастерс» и гости нашей сегодняшней встречи. Тема моего выступления – мотивация великих. Она спонтанно возникла у меня в голове в прямой связи с темой нашей сегодняшней встречи, потому что мы знаем много ординарных способов мотивации, и очень много есть и теоретических выкладок, и на практике, или применяем, или по отношению к нам применяют. В общем, сказано много про мотивацию, про пирамиду Маслоу, и очень много всего известно. И очень многие люди в повседневной жизни используют такие мотиваторы от великих людей, и мы видим отовсюду цитаты от людей, которые достигли успеха в той или иной области. И я решил провести небольшое исследование, что же, собственно, мотивировало разных великих людей в их жизни, в их деятельности, что вело их на их жизненном пути к успеху, если это можно так примитительно к этим людям сказать. Я думаю, что не ко всем. И мой выбор пал на людей из разных эпох немножко, на трех выдающихся личностей разного профиля и вообще из разных направлений. И первым был, на кого пал мой выбор, стал Мухаммед Али. Наверное, потому что количество мотивационных цитат в его авторстве, оно огромное просто. И я, конечно, заинтересовался его биографией, личной жизнью и хотел понять, что же действительно было его таким ключевым мотиватором на его жизненном пути. И детально ознакомившись с биографией и с разными ключевыми моментами его жизни, я пришел к выводу, что на пути к успеху его главным мотиватором было желание стать примером. Он не был очень нуждающимся, но он жил в атмосфере абсолютного неравенства. И в этой атмосфере он видел, что люди вокруг него не видят четкого жизненного ориентира. Они не видят перспектив своего развития. И поэтому, и он сам об этом говорил, я хотел стать чемпионом, чтобы своим примером показать людям, что можно стремиться к лучшему. Без сомнения, это выдающаяся личность. И кроме того, что он великий боксер, он также еще и оратор. Потому что те три года, когда он был отстранен от выступления в соревнованиях спортивных в связи с тем, что отказался служить в армии, он выступал с речами. И тем самым он внес вклад не только как профессиональный спортсмен, чемпион мира, олимпийский чемпион, а и как мотиватор, вдохновитель. И действительно, он был движим этой идеей сделать мир и людей вокруг себя лучше, дать кому-то надежду. И мне кажется, он был в этом безупречен. Следующая неординарная личность и, на мой взгляд, тоже великий человек – это наш с вами современник Илон Маск. И почему мой выбор пал на него? Ну, наверное, потому что он очень успешный предприниматель, такая спорная личность. Очень многие спорят о том, как бы справедливо ли он достиг успеха или он живет только на деньги налогоплательщиков и развивает свой бизнес и так далее. Но, без сомнения, это человек неординарный. И ему удалось создать практически с нуля огромную компанию, которая занимается освоением космоса. И он уже обогнал государственные компании. И задавшись вопросом, что его привело к этому, какой был его основной мотив, я пришел к выводу, что этот человек – мечтатель-визионер. И детская мечта, которая у него возникла в раннем детстве, воплотилась в жизнь и продолжает воплощаться. И человек действительно мечтает об освоении космоса, о том, что люди будут жить на Марсе. Это прекрасный пример того, как мечта ведет человека, мотивирует его на всем его жизненном пути. У него были разные взлеты и падения, но это человек, который говорит о том, что он не приемлет подход, в котором недопустима ошибка. Это тоже близко нам, как людям, которые постоянно учатся, как тостмастерам, которые понимают, что, чтобы чему-то научиться, нужно ошибаться. И в этом мне импонирует его взгляд. И третья неординарная личность, на удивление, оказалась из другой эпохи. И это Михаил Васильевич Ломоносов. Потому что в поисках другого вида мотивации я наткнулся на него. Действительно, неординарный человек, выдающаяся личность, великий. Как сказал про него Александр Сергеевич Пушкин, он не только основал первый университет в нашей стране, он сам стал университетом. И на своем жизненном пути этот человек сделал многое. Он все, почти все знают, что он ушел из дома и пешком шел до Москвы. А потом все деньги, которые он получал от своей основной деятельности, он вкладывал в создание своей личной библиотеки только для одного, чтобы постоянно учиться, чтобы развиваться, обретать новые знания. И на всем своем жизненном пути его толкала вперед жажда знаний, жажда учиться. Таким образом, я выделил как минимум три таких мотиватора, которые сделали людей из обычных великими. Это, как в случае с Мухаммедом Али, желание изменить жизнь людей вокруг себя, сделать их лучше, как в случае с Илоном Маском, это мечта, которая ведет тебя и движет на пути к успеху. И как в случае с Михаилом Васильевичем Ломоносовым, желание учиться. И я уверен в том, что если мы все с вами будем мотивировать себя таким же образом или использовать разную комбинацию этих мотиваторов, пусть мы и не станем великими, но точно мы станем лучшей версией себя. На этом у меня все. Спасибо. Спасибо большое, Андрей. Очень интересное раскрытие темы нематериальной мотивации. Даже себе все законспектировала. Вот. Так, ну а что касается материала, который я сегодня для вас приготовила, то после всех этих уже исследований по стилю мышления, по видам мотивации, я уже перешла к каким-то поискам примеров компаний и каких-то необычных, очень уж необычных способов мотивации, которые они применяют. И хотела бы вам озвучить несколько забавных, но, может быть, действительно работающих в тех компаниях примеров. Например, прочитала про туристическое агентство, которое внедрило как раз у себя элемент соревновательный, это корпоративное состязание среди менеджеров по продажам, но меня впечатлил тот приз, который они получили за как раз-таки увеличение этих продаж. А призом была совместная поездка с руководителем компании на профессиональную международную конференцию и с широким туристическим, так сказать, досугом, с посещением семи наиболее красивых городов в их поездке. И такой вот приз, который маячил перед сотрудниками, он действительно помог увеличить продажи на 23%. Это был интересный пример. Еще в одной иностранной компании я прочитала про внедрение отпуска для разбитых сердец. Дело в том, что это компания, в которой работали исключительно женщины и, видимо, очень любвеобильные женщины, которые часто разбивали их сердца, к сожалению, мужчины. И была введена практика по отпуску в зависимости от возраста, чем ты старше, чем дней тебе полагается больше, от одного до трех в случае разбитого сердца. И еще был пример с Уолтом Диснеем, всем известным. Он ввел необычные названия должностей в своей компании. И в его компании было, вернее, были прачечные в отелях, и при нем они были переименованы в текстильные службы, что уже как-то вот поставило этот отдел на уровень с маркетинговой службой или с клиентской службой. Ну, не знаю, на мой взгляд, не самый эффективный способ, потому что прачечная сыра, остается прачечной, как бы вы ее ни назвали, но вот по мнению Уолта Диснея это привлекло многих начинающих ребят в их компанию, а уже когда ты пришел в такую компанию, может быть, больше шансов продвинуться по лестнице дальше в какой-то другой отдел.